Юлия Игоревна может сделать несколько замечаний о том, вообще какие глобальные описания возможны, какого типа подхода, возможно, к описанию турбулентности, буквально там 3-4 минуты. И мы тогда перейдем к примеру. Ну вот я бы хотела обратить в раз, просто это важная действительно вещь, вот в каком интервале справедливость законных третей? Мерцами. Ну он что, он у вас где находится по отношению? Вот у вас первая строчка показывает, что у вас расстояние между точками немного меньше вязкого масштаба. Да. Значит, это для инерционного интервала или нет? Я вот это вот не помела. Вот. Но вот это не так, потому что вязкий масштаб, я просто хотела обратить ваше внимание на то, что вязкий масштаб – это самый маленький масштаб в турбулентности, в котором еще есть движение. А инерционный интервал наблюдается на масштабах много больше, чем вязкий масштаб. Там, где вязкость, не важна. И поэтому мы ее, собственно, и выкидываем из рассмотрения. И отсюда у нас вот эти степенные законы и получаются. Ну вот там в последней строчке тоже, Саша, хотел сказать, написано, что R все-таки... Да, ну вот тут вот был какой-то... Вообще описание турбулентности. Значит, вот то, о чем говорил Саша, это, так сказать, основным аппаратом, который был использован при этом для описания, являлись уравнения для статистических моментов поля скорости. Ну, это, вообще говоря, ну, так сказать, один из подходов, один из первых подходов и наиболее продвинутых подходов, которые используются для описания турбулентности. Вообще, что такое турбулентность? А ведь нужно помнить, что турбулентные движения описываются уравнениями, ну, если это жидкость не стратифицированная, да, они описываются просто уравнениями на вес токса. Это детерминированные уравнения. То есть это уравнения частных производных, ну, не линейные, достаточно сложные, но, тем не менее, это нормальные детерминированные уравнения. И то обстоятельство, что в такой вот системе в жидкости возможны хаотические движения, является следствием того, что в этой системе возникает за счет развития гидродинамической неустойчивости, значит, образуется система с большим числом степени свободы, в которой возможен динамический хаос. То есть турбулентность представляет собой, вообще говоря, разновидность динамического хаоса. То есть нужно помнить, что описывается она известными нам динамическими уравнениями, но поведение это стахарстическое. И описывать вот это вот случайное поле скорости, там, плотности или других гидродинамических величин необходимо с помощью статистических методов. Значит, причем теория турбулентности развивалась уже после термодинамики, поскольку, так сказать, описывалась более сложными уравнениями, но, тем не менее, поскольку вот уже весь аппарат, связанный с описанием, с кинетическим описанием газа, с переходом к термодинамическому описанию, был уже развит, то этот подход именно и был распространен на описание турбулентности. Ну, а с чего начинается, собственно, такая вот кинетическая, такая продвинутая кинетическая теория газа? Она начинается с того, что записываются уравнения для функции распределения по скоростям всех частиц, входящих, так сказать, вот в эту систему. Это самое полное описание любого газа. Плазмы там не обязательно заряженного газа, все что угодно. Вот. А вот в случае сплошной среды, которую описывает система уравнения навес токса, точки заполняют все пространство, материальные точки, то есть частицы, заполняют непрерывно пространство. Поэтому ввести функцию распределения в этом случае невозможно. Вместо этого существует другая статистическая характеристика, не менее универсальная, чем функция распределения. Это характеристическая функция. Характеристическая функция — это фурье преобразования от функции распределения, многомерное фурье преобразования от функции распределения. Так вот, характеристическую функцию можно обобщить на, ну вот, к сожалению, если будет такая возможность, я могу это, так сказать, на формулах показать, но вот сейчас... Ну, может, в следующий или через раз, в случае он тогда будет, Марк танцевывает, одно будет... Да, ну вот, во всяком случае... Сейчас только самый опорный момент. Да, 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 то есть можно, на самом деле, в этом случае ввести... Нет, здесь идет речь о нежной, может быть, сказать, все это... Да, это не имеет значения. Нет, это не имеет значения. Просто, если уж мы пишем, так сказать, это зависит от того, какое мы пишем уравнение состояния. А так, в принципе, можно... это подход универсальный. А вот можно ввести обобщение характеристической функции на случай, так сказать, точек, заполняющей все пространство, называемый характеристическим функционалом. И вот из системы уравнений движения жидкости, которая нам известна, мы можем получить уравнение для характеристического функционала. А замечательный факт, что уравнение для характеристического функционала линейное. Но это уравнение в вариационных производных, поэтому решение его, в общем-то, ходить не умеет. Поэтому теории турбулентности не существует сейчас. Такой законченной теории турбулентности вообще не существует. И это, так сказать, одна из задач современной физики. Ну и дальнейшее движение, так сказать, в описании турбулентности движется по поводу... Значит, в сторону упрощения вот этого вот... вот этого вот подхода. Значит, если мы определим характеристический функционал на пространстве дельта-функции, то есть не на произвольных непрерывных функциях, а на пространстве дельта-функции, мы получим характеристические функции полей скорости в разных точках, в отдельных дискретных точках пространства. Если мы возьмем обратные фурии от этих характеристических функций, мы получим функции распределения. И поскольку есть уравнение для характеристического функционала, можно получить уравнение для характеристической функции в дискретных точках и, соответственно, уравнение для функции распределения. Вот этот подход, он вообще полностью эквивалентен тому, который используется в кинетической теории ГАЗа. Есть даже в нем принцип, то есть структура этих уравнений абсолютно такая же. То есть есть слагаемое, которое описывает воздействие, взаимодействие между полями скорости в разных точках, имеющие полные аналогии с интеграммом столкновений польцев. Вот, естественно, система эта получается, для полного описания турбулентности нужна полная такая система. Необходимо вот этот самый, ну, либо если мы ее хотим оборвать, нам необходимо принимать какие-то гипотезы относительно интеграла столкновений. Это еще один, более простой, но тем не менее, все-таки достаточно сложный путь описания турбулентности. И он дает, кстати, сказать, довольно интересные результаты. То, о чем говорил Сергей Сергеевич в своем выступлении по поводу того, что необходимо про описание потоков тепла в стратифицированной жидкости, про то, что там необходимо учитывать дополнительные слагаемые. Вот этот подход, связанный с описанием, вот таким кинетическим описанием турбулентности, он эти слагаемые позволяют получить совершенно естественным способом. Ну и, наконец, самый такой простой, ну, в кавычках, конечно, но, так сказать, наиболее простой с точки зрения уравнений, а этот подход, связанный с описанием статистических моментов, значит, если мы имеем уравнение для функции распределения, мы можем из него, просто домножая на разные, так сказать, комбинации значений полей скорости, получать уравнение для момента. Значит, домножили на скорость, получили уравнение для скорости, для первого момента. Домножили на У штрих, У штрих, У штрих, получили, так сказать, уравнение для потока, ну и так далее. Значит, опять же, эта система уравнений получается бесконечной. И впервые она была получена из уравнений на Вьес-Токса замечательными русскими математиками Фридманом и Келлером в 20, не помню, в 25, по-моему, или в 23 году. Она, естественно, не замкнута. И дальше, вот, собственно, вот эта вот сформулированная система дала толчок к очень большому и очень такому, имеющему множество приложений, поле деятельности, посвященному изучению разным замыканиям, разным гипотезам замыкания этой системы. И приложением их, ну, в самых разных областях, начиная там с индустриальных течений, описание лопаток, турбин, так сказать, описание самолетов, обтекание самолетов, автомобилей и так далее. И кончая геофизическими приложениями, в которых описывается, ну, так сказать, явление, связанное с циркуляцией атмосферы и океана и подобными задачами. То, о чем, собственно, вот говорил Сергей Сергеевич. Ну, это сейчас Саша Зуев нам, наверное, расскажет как раз оборавнении Принмана Келлера и о этих гипотезам замыканиях. Да, 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 да. То есть вот как раз этот самый, этот подход наиболее востребованный и наиболее широко применяет.